Здравствуйте, друзья, с вами вновь непременный Роман Духин, это видео шпарган. Мы продолжаем изучать всякие искусственные интеллекты, у нас самая широкая тема это коннекционизм, но перед тем, как мы перейдем к математическим основам коннекционизма, мы изучаем физиологическое то, что у нас там говорит. Поэтому сегодня у нас продолжение этой темы, и я хочу вам рассказать про синоптическую передачу, синоптическая передача. Ну, знаете, что такое синоптическая передача? Потому что там синоптики, у нас синопс. Итак, вспоминаем, есть нейрон, это тело нейрона с многочисленными дендритами, здесь акцион, и на конце акцион при помощи синопсов коннекции присоединяется к какому-нибудь дендритам следующему нейрону. Вот это вот место соприкосновения акцион с дендритом, это и есть синоптическая передача. Давайте узнаем, посмотрим, как оно работает. Нарисуем спинок в большом разрешении. Здесь у нас суховины внутри акцион. Эти суховины, это внутренний транспорт, микрособочки. По ним транспортный будет идти в перетаскивать сюда молекулы, какие-то нейромедиаторы, нейромедиаторы, которые синтезируются в ядре, как в ядре. Здесь у нас синтезируется большое количество так называемых визикул. В этих визикулах находятся молекулы вот этих самых нейромедиаторов. В одном синтезе могут находиться резикулы, в которых лежат разные нейромедиаторы. Например, вот здесь один нейромедиатор, какой-нибудь отцепил колени, а здесь другой нейромедиатор. Не могу сказать точно, я физиологии мало занимаюсь, что там бывают нейроны, но бывает, что разные нейромедиаторы в одном синтезе находятся в визике. Но суть в том, что в одной визике находится один нейромедик. Когда сюда приходит потенциал действий, который, как вы помните, изменение, как бы неправильно не сказал, вот так вот. Вот эта вот стука называется потенциал действий. Она идет по отцовке. Когда сюда она приходит, происходит такая же вещь, что вот эти визиклы двигаются к синаптической щели. Вот эта стука называется синаптической щели. И некоторые визиклы делают вот так. Они сливаются с вот этой билипидной мембраны клетки, а сама визикла тоже состоит из липидной мембраны. И весь нейромедиатор, который находится здесь, он выходит на птическую щель. Что происходит? Здесь происходит диффузия нейромедиатора сюда. А здесь на билипидной мембране следующего нейрона, на бандрике следующего нейрона находится. Леганд зависимый ионный канал. Что такое леганд? Леганд это вещество. То есть эти каналы открываются, когда к ним присоединяется молекула нейромедиатора. И сюда, соответственно, поступают ионы натрия, начинают поступать внутрь дендрита следующего нейрона. Если у нас нейроны натрия поступают, то это называется активирующий нейромедиатор. Ну, ацетилхолин активирует следующий нейрон. Таким образом, когда потенциал действия сюда пришел, а куча ацетилхолина выделила на птическую сеть, огромное количество этих леганд зависимых ионных натриевых каналов открылось. Натрий прошел внутрь клетки, и здесь образовалась зона возбуждения. Уже следующий потенциал зависимый натриевый канал, потенциал зависимый ионный канал, начали это возбуждение передавать дальше по липидной мембране клеток. То есть потенциал действия как бы перескочил при помощи вот этой химической машинерии из синапса перескочил на следующий нейрон. То есть пришел вот этот потенциал действия сюда. Здесь произошло высвобождение нейромедиатора из визику. Молекулы нейромедиатора прикрепились к леганд зависимым ионным каналам на следующем нейроне и запустили тот же самый процесс активации. Но нейромедиаторы бывают и тормозные. То есть бывают активационные. А бывают и тормозные. Например, активационные – это отсутил ходить. А тормозные – это гамма. Гамма-аминомассные. Вот тормозный нейромедиатор также присоединяется сюда к леганд зависимому ионному каналу. И, по-моему, сюда начинают поступать ионы калия. Или, наоборот, выкачиваются. Как бы механизм тоже какой-то. Но суть в том, что тормозный нейромедиатор действует в противопазу активационным. И он как бы пушит возбуждение на предыдущий потенциал мембран. Вот примерно так это и работает. То есть у нас происходит во время передачи нервного импульса происходит электрохимический процесс. То есть сначала некий ток ионов, который уходит сюда-сюда. Калий – наружу. Натрий – внутрь. Вот эта вот суховина, которая меняет потенциал хлеба в локальной области, потенциалной мембранике в локальной области, перемещается вдоль окон и доходит до химии. А в химии происходит уже химическое превращение, освобождается нейромедиатором, который идет следующим каналом, который уже зависит не от потенциала, не от разницы потенциалов на двух сторонах билифидной мембраны, а от того, что к нему присоединился легант, то есть такое количество. И, соответственно, эти каналы также пропускают уоны, сюда или сюда. И на постсинаптической мембране начинается такое же разбухие. Вот. Весь нейромедиатор, который выделился в постсинаптическую щель, он либо разлагается через какое-то время, либо происходит обратный захват нейромедиатора через каналы, которые открываются молекулами кальция, ионами кальция. Молекулами ионами кальция. Разные механизмы есть, они не имеют отношения к тому, как осуществляется нервная передача, но есть, конечно, разные тонкости, и все это, естественно, влияет на разные моменты, нюансы, аспекты того, как нейроны передают друг другу в кинтус. Но, в целом, когда мы будем рассматривать математическую модель нейрона, там вот эта вся синаптическая передача сведена к очень простым математическим формам. Когда мы будем это рассматривать, вы это увидите. Да, кстати, меня зовут Роман Душкин, и некоторые мои зрители хотели мне показать, что у меня нарисовано на футболке, хотя я это уже показываю. Вот смотрите. Это такое лицо роботесты. Это специальная футболка, которая мной была вступлена для чтения лекций по искусственным директорам. У меня нет футболок для этого. Когда я читаю лекции очные, видео снимаю, вебинары провожу, я всегда надеваю футболки, связанные по теме искусственного интеллекта. Ну, а на этом все. Надеюсь, было интересно, понятно, как устроен у нас рутаут. И каждую секунду триллионы стеноксов у нас в голове срабатывают. Срабатывают и срабатывают, выделяя огромное количество разных нейромедиаторов. У нас в голове несколько десятков разных нейромедиаторов, тормозных активационных, глутамат, гамма-аминомасляные киперта, норадреналий, ацетилокалин и так далее и тому подобное. Огромное количество химии. Мы, люди, наполнены химией. Это у нас. Ну что ж, на этом все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok